Какой-то странный фон здесь, выбрала летний фон, а получается какая-то темнота, давайте выберем какой-то другой, например, вот этот что ли, классный. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале, спасибо, что заглянули, как вы понимаете, сегодня у нас с вами мукбанг, я заказала себе томатный суп, однажды только его пробовала, и он мне совершенно не понравился, но мне кажется, это дело в том заведении, в этот раз мы будем пробовать уже во второй раз, здесь мне положили немного сыра и сухариков, которые мы будем макать в суп. Дальше взяла картошку фри, я думала, рядом будет какой-то соус, но, к сожалению, никакого соуса нет, у меня дома тоже нет, мы когда с мамой ехали в деревню, взяли абсолютно все соусы, которые есть дома. Дальше взяла шаурму, очень хвалят шаурму из этой доставки, точнее это ресторан, я просто заказала домой, и у них же взяла колу. Кто-то мне написал, как не вовремя, вы мне пишите всем. Кто кушает вместе со мной, вам приятного аппетита, огромное спасибо, что смотрите мой контент, не перестаете это делать, мне, честно, очень приятно, приятно осознавать, что люди на протяжении такого долгого периода на постоянной основе смотрят мои видео, интересуются моей жизнью, реально это безумно приятно, приятно осознавать, что ты кому-то нужен, нужен на протяжении такого долгого периода. Я почему-то, когда только начала снимать макбанги, я думала, что это будет периодом, то есть максимум, ой, как вкусно. Какой вкусный томатный суп, вы просто не представляете. Супер. Как же я обожаю все заказывать домой. Но не люблю я сидеть там в ресторане. Я люблю все заказывать домой, а особенно вкусно, когда что-то жидкое вместе с шаурмой. Особенно у меня комплекс, знаете, сидеть в ресторане абсолютно одна. Это, конечно, звучит как-то странно, но мне обязательно любое кафе, любой ресторан, я там должна сидеть с кем-то. Просто, например, две шаурмы, для меня это сухо. А лучше шаурма и какой-то супчик, прям самое то. Сегодня я ходила смотреть кондиционеры. Дело в том, что в моей квартире сейчас живут курдеранты. Причем эта женщина живет уже... Уже, наверное, 8-9 месяцев. Я бы сказала, что очень жарко. Было бы классно. Если бы вы купили сюда кондиционер. Я вспомнила, что у меня есть Биркарт. То есть я могу купить в кредит. А это все оформляется, как будто я взяла в наличку. Я решила купить. Я встала пораньше, пошла по магазинам. Я поняла, что вообще смысла идти по магазинам нет абсолютно никакого. То есть ты просто можешь посмотреть на сайте, какая есть модель, ее параметры, вбить в ютубе и просто заказать себе домой. Все равно магазинам нету особо примеров и консультанты развернуто ответить на все твои вопросы просто не могут. Я не знаю, возможно, это только у меня так произошло. Квартиросъемщица мне сказала, что даже можно взять поддержанный, купить какой-то недорогой. Главное, чтобы был кондиционер. Ну и этот вариант сразу отмела. Поддержанный. Хотя, в принципе, я когда свою квартиру купила, я купила там поддержанный и холодильник, и стиралку. Ну вы знаете, в каком месте я купила? Там было такое место. Чисто магазин поддержанных товаров. Но опять же, холодильник, как новый, не работает. Он постоянно барахлит. И вот тогда я поняла, что лучше бы я бы, к примеру, взяла бы небольшой холодильник, но зато новый. Этот тоже буквально, не знаю, может год-полтора еще поработает и крякнет. Это вкусный тишо. Вкусный тишо. Носбокум Квартира может оставаться даже пустой Чем больше комплектация квартиры, тем она стоит дороже Некоторые жалуются, что там цены поднимаются И все остальное Я вот два года назад купила квартиру И цены на жилье поднялись ровно в два раза То есть сейчас моя квартира стоит в два раза дороже Цены настолько стремительно растут Что порой ты думаешь, куда? Лет через 10 вообще будет нереально Купить квартиру Обеспечить своего ребенка Вот у меня брат всегда говорит Своим детям я хочу дать элементарное Элементарное это что? Недвижимость, квартиру хоть какую Хоть небольшую И образование Все остальное они должны сделать сами Какие-то брендовые вещи Дорогие автомобили Это все второстепенно Это один из самых вкусных супчиков В последнее время Я не знаю, то ли возраст такой Я понимаю Что в ближайшем будущем Я бы хотела детей Вот это как-то странно прозвучит С моей хост Но вот реально Как будто я потихоньку прихожу К тому, что Я хочу детей Мне бы хотелось Своего ребенка Обеспечить Потому что Сейчас смотришь Среднестатистическую зарплату И смотришь Цены на недвижимость И просто офигеваешь Это сколько лет Надо человеку работать Чтобы купить Хотя бы Однокомнатную квартиру Хотя бы где-то там Не в центре Даже если всю жизнь работать Не есть, не пить Цены-то растут Это очень вкусно Некоторые в комментариях Спрашивают Почему папа не приезжает Последнее время Почему брат не приезжает В ближайшее время Кстати, они должны приехать Почему я не еду Цены на билеты такие Что лучше Отсюда взять путевку В Турцию И они тоже Чтобы оттуда взяли путевку И где-то отдохнуть В Турции Но мы сравнили цены Это просто Огромная разница У нас Где-то, наверное, В три раза дешевле Эти путевки стоят Чем у них там в России Не знаю Из-за санкций Или что В общем, сегодня вопрос Кондиционера Меня так и не решила То, что я хотела Не нашла Сейчас опять начну искать И уже по магазинам Ходить не буду Потому что Это просто Пустая трата времени Нахренайте В магазин Есть У каждого магазина Есть сайт Есть онлайн Там Операторы Можно все уточнить И теперь Сделаю доставку На улице тоже Очень жарко Понятное дело Ее тоже Я понимаю Как можно жить В квартире Сейчас без Кондиционера Так что Вот такие вот дела В этом месяце Я снимала Больше мукбанков Чем обычно Я заметила Что у меня подписок Тоже стало много То есть Каждый мукбанк В среднем Мне где-то Приносит 500 подписчиков Ну в среднем И вот возможно Для вас Это просто Нажатие кнопки И вам кажется Что я забросила Этот канал И мне все равно Сколько у меня здесь Подписчиков На самом деле Это не так Но я безумно Радуюсь Когда вижу Развитие Я этот канал Не брошу никогда Просто потому что Это твое деятище Это то С чего я начинала Я просто Я просто обожаю Контент с едой И не только Комментарии Комментарии По типу того Что А какая нам разница Что ты ешь За день Но у меня У меня в голове Это же настолько Интересно Понятное дело Что Вкусы у всех людей Разные То что нравится Мне Может не нравится Другим Это абсолютно нормально Я сейчас смотрю канал Девушки Она вегетарианка Ее зовут Ксюша Может быть Мы ему И мы кушаем Разные вещи Но мне настолько Нравятся моменты Где они что-то едят Я просто С вами днями Смотрю Они такие милые И столько Негатива В комментариях Ой Бомжи Попрошайки Не знаю Меня Безумно Вдохновляют Вегетарианцы Мне кажется Это самые Добрые люди На земле Вот кто бы что Не говорил Еще мне очень нравится Покрытые девушки От них Ведет Какой-то Добротой Я человек Который Не очень Близок С религией Но меня Восхищают Эти девушки Как же это было Вкусно Просто Мукбанг Получился Не о чем Обо всем И не о чем И тут я резко Вспоминаю Что я не сделала Обложку Для этого видео То есть я обычно Я обычно Вот так Встаю И делаю Стоп Кадр Какой-то Как-то Красиво Стою Чтобы сделать Потом Обложку В этот раз Я забыла Это сделать И уже Все доело И делать же Обложку С пустым столом А вам В свою очередь Хочу сказать Огромное спасибо Что досмотрели Это видео До конца Не забывайте Ставить лайки Подписываться Я вас всех Очень сильно люблю С вами была Айка Пока